Запускаем новый курс по созданию базы знаний организации и сразу скажу, что, во-первых, это важно, во-вторых, удобно и, в-третьих, мало у кого это есть. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Собственно, база знаний — это все, что отражает внутреннюю жизнь вашей организации, зафиксированную документально. А именно инструкции, документы, изображения, чаще всего бренд-бук, фирменный стиль и так далее и тому подобное. Это что касается внутренней базы знаний. Есть еще внешние, для внешних клиентов, но этого мы касаться не будем, а рассмотрим только внутреннюю базу. Проще всего понять, что такое база знаний, если представить себе Task Manager. Мы, кстати, в теплице пользуемся Асаной и про Асану я буду рассказывать впоследствии применительно к базе знаний. Так вот, все, что есть в базе знаний, периодически появляется в Асанне. Например, при приеме нового сотрудника ему выставляется задача в Асанне — пройти курс цифровой безопасности. Выполнить ряд пунктов, как то двухфакторная аутентификация, менеджер пароля и так далее. Или при разработке брендбука в Асанне гуляет задача или задачи с логотипом, основным цветом и набором шрифтов. Потом эти задачи благополучно теряются или уходят куда-то в архив, и если вам вдруг понадобится логотип организации или у вас новой сотрудника, ему нужно пройти ту же политику безопасности, вы не знаете, где ее искать. Так что можно сказать, что база знаний организации — это задачи в Task Manager, к которым вы периодически возвращаетесь. То есть это не искусственное образование, а абсолютно естественное, призванное не нагрузить, а разгрузить. Если кто-то из коллег спрашивает у вас, не помнишь, где у нас был документ в котором, или а где взять наш логотип в векторе — это верный признак того, что и этот документ в котором и логотип должны быть в базе знаний. Я не буду убеждать вас, что база знаний нужна, это мы выносим за скобки, поскольку вы смотрите этот курс. Я очень мало буду говорить о том, как структурировать базу, то есть общие принципы. Тут все зависит от конкретных целей и задач вашей организации. В этом курсе я подробно расскажу про инструменты, с помощью которых базу знаний можно создать. К созданию базы знаний есть два подхода и оба имеют право на существование. Более того, я сам не могу сказать, какой подход мне ближе. Первый — это использовать сервисы, не предназначенные для создания базы знаний, что называется не профильные, но которыми вы и так пользуетесь внутри организации. Плюсом тут является, что ни вам, ни сотрудникам не придется переучиваться, осваивать новые инструменты и то, что вы не будете плодить сущности. Чем меньше сервисов вы задействуете, тем лучше. Минус и пользоваться базой и создавать ее не так удобно. Второй подход — использовать специализированные сервисы минус. Придется разбираться с новым инструментом, но в этом я вам помогу. И создавать базу придется, что называется, с нуля плюс. Впоследствии ей будет удобно пользоваться. Если говорить о первом подходе, то мы рассмотрим Google Workspace. В первую очередь Google Docs и Google диск. А также уже упомянутый мной Task Manager Asana. Если у вас не Asana, уж простите, надеюсь найдете что-то подобное в вашем Task Manager. Если у вас нет никакого, не раздумывая, ставьте Asana. Мы в теплице используем ее, причем на бесплатном тарифе и нам хватает. Но естественно оба инструмента я буду рассматривать под специфическим углом. Как можно использовать их для создания базы знаний. Ну то есть будем варить кашу из топора. Если говорить о втором подходе, специализированных инструментах, мы рассмотрим в первую очередь Atlassian Confluence. От разработчиков Trello и Jira. Это вот прямо для создания базы знаний инструмент. И возможно вас это немного удивит, но мы рассмотрим Wiki. Поскольку Wiki — это не только Википедия, это по сути философия генерации контента. Совместной генерации. В идеале, конечно, тем, кто смотрит в сторону Wiki, нужно ставить MediaWiki, то есть Wiki-движок на свой сервер. И там уже создавать базу. Ну это прямо скажем занятие, хоть и не самое сложное, но точно не для этого курса. Оно заслуживает отдельного и я надеюсь его со временем сделать. Мы же рассмотрим вариант создания базы на GitHub с помощью Wiki. Но для затравки я все-таки покажу, как поставить MediaWiki на свой сервер. Но только поставить. Еще раз, эта тема большая. Собственно, кроме этих двух подходов — специализированные и не специализированные сервисы — есть еще промежуточный — можно использовать инструменты, которые формально созданы не для базы знаний, но являясь комбайнами, по сути могут делать и это и весьма успешно. И тут есть два инструмента, которые конкурировали внутри меня. И это действительно два классных инструмента — Notion и Кода. Я склонился в сторону Коды. Она, мне кажется, чуть поудобнее. У нее более щадящий бесплатный тариф и ей пользуется ОВД-Инфо для создания базы. А ОВД-Инфо — передовая в плане технологии НКО российское. Ну, на мой взгляд. Но потом вмешался Алексей Сидоренко, руководитель Теплицы, и очень просил за Notion. Его популяризирует Михаил Миронов из Impact Hub и им пользуется со слов Алексея большое количество НКО. И какое-то время еще посомневался, а потом решил отложить внутреннюю конкуренцию и сделать обзор обоих этих инструментов. Таким образом у нас в программе Google Asana, Koda, Notion, Confluence и Wiki. Не отключайтесь, следите за анонсами, будет интересно. Продолжение следует...